Есть ли истинный контроль государства? Бюрократия, как бы, выколачивание, как бы, денег из бизнеса. Отношение врачей, в том числе, к образованию. У нас образование, как бы, вместо того, чтобы оно выросло за последние 20 лет, оно деградировало, понимаете? Я отношусь к той группе людей, которым постоянно что-то надо. Вы не работаете, современных методик не знаете, современными технологиями не владеете. Что вы можете для меня сделать? Не отвечу. И что с вами происходит? Ваш социальный статус сразу понизился. Привет всем, меня зовут доктор Сергей Рожнов. Вы смотрите подкаст «Обратная сторона медицины». Сегодня мы в гостях у Александра Смирнова, основателя компании «Альтеракор». Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень ждал я эту встречу. Сегодня мы будем говорить о медицинском бизнесе, группном медицинском бизнесе, не локальном, не каком-то. И, как я понимаю, лучше у вас никто не разбирается, учитывая ваш колоссальный опыт. Ну, так сложно, наверное, сказать, но что-то я точно знаю. Да, ну, все мы что-то знаем. Смотрите, первый у меня такой вопрос. Начнем, так сказать, сразу же с места карьер. Значит, мотивация к открытию вообще большого бизнеса дистрибьюторского, вот, в 20-х годах 21 века, назовем это так. То есть большое количество компаний-конкурентов, монополизация идет, там, то есть фактически уничтожение рынка. Первый вопрос, насколько это сложно, насколько это рентабельно сейчас? Вообще целесообразность, учитывая, что вот есть хорошие общепринятые продукты, к которым привыкли. Ну, это на самом деле вопрос комплексный, и поэтому на него нужно ответить, наверное, несколькими этапами. Ну, во-первых, мы все-таки не дистрибьюторский бизнес, мы компания-производитель, и у нас есть несколько сегментов. Одна часть товаров или технологий, мы действительно являемся эксклюзивным дистрибьютором в разных странах, например, в России. Но значительный блок товаров, технологий, технологий, которые мы сами и производим, и разрабатываем, и продаем. И для нас вот такая вот прямая модель, она имеет огромное значение, потому что многие компании предпочитают дистрибьюторскую модель, да, когда они, как говорится сейчас, практически на вес продают имплантаты, главное, чтобы кто-то купил. У нас, конечно, подход к этому другой. У нас бизнес-модель построена вокруг трех основных китов, скажем так. Это сервис, это инновация, это образование. Да, вот в такой бизнес-модели, когда по большому счету ты с высоким качеством сервиса для врачей хочешь продвигать на рынок инновации, инновационные продукты, я думаю, что это очень интересная, захватывающая работа, а не просто какая-то, как вы знаете, у нас сейчас говорят, торгующая организация, да, вот, которую хочешь что-то продать. Это первое. Второй момент заключается в том, что меня лично никогда не интересовала и привлекала исключительно материальная сторона дела, потому что мне кажется, что если у тебя нет какой-то большой цели, то любая работа только ради денег тебя очень быстро выматывает. И во времена моей работы, например, в Нобеле, сначала в Чикагском центре, потом в Нобеле, у нас, конечно, мотивация огромная была принести в Россию самые современные технологии, потому что когда мы начинали, тогда у нас технологий не было совсем никаких, и мы, конечно, были на совсем таком примитивном, отсталом уровне, к сожалению, да. Поэтому вот тогда мотивация была такая, мотивация была не в том, чтобы заработать деньги, да. Сейчас мотивация другая, я прожил достаточно длительное время за границей, и вы знаете, я когда из Москвы уезжал, хотя я москвич коренной, да, у меня много-много поколений моей семьи именно из Москвы, у меня было по отношению к своему городу колоссальное непонимание, несогласие, раздражение, меня все раздражало, начиная от погоды, заканчивая пробками. А пожив какое-то время за границей, я переоценил это все, и я понял, что на самом деле у нас все не так плохо. Да, есть нюансы, но нюансы, как выясняется, на собственном опыте есть везде. И по факту мы живем в чудесной стране, в замечательном городе, по крайней мере, по поводу Москвы, я могу сказать, я очень люблю Москву, я очень хотел вернуться домой. И глобальная задача, которая перед нами и передо мной стоит, это не просто продавать имплантаты и какие-то другие вещи, это создать международную компанию, в которой будет часть российского ДНК. То есть у нас сейчас ситуация какая, что если там 15 лет назад мы на лошади скакали, или 20, ну в плане стоматологии, да, то сейчас мы едем на машине, но если вы зайдете в, вот сейчас после нашего общения в свою стоматологическую клинику, вы там ничего, опять же, не произведенного в России, да, а хотя бы придуманного в России, вот это очень важный момент, потому что где это произведено, это не так важно, а вот где это придумано, это очень важно. Вы там не увидите, а это что значит, что вот вы сейчас выходите из офиса, садитесь в свой Мерседес, едете, чувствуете себя очень, скажем так, социально успешным человеком, и вдруг, что-то забарахлило. Вы звоните в сервис, говорите, у меня тут какая-то проблема, говорят, что такое, коробка сломалась, говорят, дайте мне новую коробку, а предположим, новой коробки нет, и что с вами происходит? Ваш социальный статус сразу понизился, вы садитесь на троллейбус, едете домой. Поэтому я считаю, что у нас для того, чтобы у нас был завершенный круг какой-то, да, у нас сейчас сформировалась индустрия, у нас сформировалась своя индустрия постдипломного стоматологического образования, да, нам необходимо самим в самой технологичной области стоматологии, одной из самых технологичных областей медицины, что-то придумывать, разрабатывать и производить. Производить в России, наверное, к сожалению, пока ничего нельзя. Очень-очень сложно. У нас производственная культура, к сожалению, утеряна, да, и поэтому у нас есть два собственных производства, одно находится в Америке, другое в Италии, и мы используем вот эту вот историческую, очень мощную технологическую базу, на которой мы пока производим технологии, купленные, да, нами, которые имеют большую историю, большой срок использования, да, но со временем мы надеемся, что мы будем какие-то придуманные российскими, в том числе российскими врачами технологии, производить и продавать по всему миру. У нас есть два таких примера. У нас есть отдельный проект, который называется Designed in Moscow, потому что мы знаем, что если на чем-то написать Made in Russia, никто никогда не купит. К сожалению, к большому. Хотя есть очень хорошие продукты. Какой хоть это локальный пример? Не знаю, я не так знаю много хороших продуктов наших, к сожалению. Я знаю два. Не больше. К сожалению, среди тысячи наименований. Да, на 150 миллионов населения огромной страны не так много, да. Но мы знаем, что Москва это тоже, опять же, по факту, да, не Россия. Все знают, что Москва это супергород, это один из крупнейших мировых мегаполисов, поэтому у нас есть отдельный проект, и мы на каких-то своих товарах надеемся вот-вот-вот написать, как Apple пишет на телефонах, Design in California, мы надеемся написать Design in Moscow. У нас уже есть два продукта. Один продукт это придуманный доктором Фроловым замечательный боры для доэпитализации. Интереснейшая очень, мне кажется, история. Да, классная штука. И вторая это мембрана. У нас пока мембрана вышла, вот мы сейчас начинаем потепенно продавать коллагеновая, но у нас есть еще несколько очень интересных решений, потому что судьба дала мне возможность познакомиться с абсолютно уникальными нашими учеными, биоинженерами, физиками, интереснейшие люди с большим опытом международной работы, и вот мы с ними вместе такой проект надеемся реализовать. Поэтому здесь вот такая мотивация. Здесь не мотивация прийти на рынок и вместе с другими компаниями пытаться что-то мотивировать, продавать. Мотивация сделать что-то достойное, интересное и в том числе в своей стране. Это очень круто. Но тем не менее такой вопрос, продолжение его логическое. Насколько это сложно? Вот допустим, мы понимаем альтер-кор, то есть название новый бренд, новый бренд, да, все понимают, что в частности люди, которые организуют, в частности, это уже состоявшийся бренд. То есть и степень доверия бесспорно другая, нежели чем, допустим, я бы вошел или там кто-то другой. Но тем не менее, насколько людям, которые практикуют успешно, клиники, там, компании, сложно вот перейти этот шаг, вот войти в новый бренд, потому что вот с моей точки зрения, это вот, ну, черта, через которую переступив, можно сказать, что первый шаг успеху сделан какой-то. Слушайте, ну вы знаете… Извините, я проще скажу. Допустим, сидим мы на условном Нобеле. Это значит, ну, я абстрагируюсь от бренда, я называю неплохо, нехорошо. Допустим, появляется новый бренд. То есть мы вот работаем, мы привыкли, какая-то инфраструктура выстроена. То есть у нас есть какие-то инфраструктуры, все мы понимаем, это очень дорогостоящая вещь, это не только инструментарий набор, чтобы вот ставить имплантаты, это там трансферы, аналоги, это как бы сотни тысяч рублей потенциально, если долгое время работать вложенные. Но вот насколько вот это сложно, вот бывает, вот эту вот черту вот преодолеть, чтобы вот войти? Я вам объясню. На самом деле вопрос очень хороший, очень правильный. Ну, во-первых, как бы когда ты начинаешь какой-то новый бизнес, простого ничего не бывает. И потом я все-таки длительное время, последние годы занимался абсолютно другими вещами. Я управлял там достаточно большими международными командами и начинать новый бизнес, когда у тебя есть в разных странах, но команды небольшие. Это, конечно, задача непростая. Ну, я вам очень просто отвечу на этот вопрос тоже из нескольких частей. Вот, например, если вы захотите, предположим, заняться теннисом или сноубордом, вы что будете делать? Вы пойдете и серьезно захотите этим заняться? Вы пойдете сами на горе будете кататься или предпочтете найти какого-то хорошего тренера? Ну, конечно, тренера. Я себе получил информацию, ознакомлюсь с ней по этим всем моментам. Ну, вот дело-то не в лыжах, а не в ракетке, а дело в тренере, понимаете? Потому что мы, еще раз, это не торгующая организация, мы это ресурс, как бы, который может позволить клинике или доктору абсолютно по-другому развиваться и с точки зрения медицины, и с точки зрения бизнеса. Потому что у нас есть два направления, в которых мы работаем. Профессиональное образование, и так как мы, это люди, которые, в принципе, стояли у истоков профессионального постдипломного образования в России, мы курсы свои делаем абсолютно по другой модели. То есть большинство курсов, которые сейчас есть, или очень много курсов, которые сейчас есть, не оценивая их качество, это что происходит? Это доктор набрал какие-то клинические случаи, пришел, показывает их, какой из этого вывод можно сделать. Это практически значимости не имеет никакой. Абсолютно верно. Можно сказать, доктор хороший или плохой, у него техник хороший или плохой, и все. У нас курсы построены абсолютно по-другому. Мы знаем, что когда вы в понедельник придете обратно к себе в клинику, вы будете делать что-то новое. Это первое. Второе, у нас отдельный блок, который связан с маркетингом, и мы помогаем клиникам развиваться. Поэтому, если мы объективно посмотрим на эту ситуацию, то это не вопрос цены имплантата, это не вопрос бренда, это вопрос, что ты хочешь от своей профессиональной карьеры. И профессиональная карьера у стоматолога, она не такая длинная. Пока ты научился, и пока тебе 55 лет, и тебе уже физически тяжело практиковать в том же самом объеме, это не такой большой срок. И те люди, которые это понимают, они выбирают работать с той компанией, которая не просто может им продать имплантаты, или, как вы сказали, хирургический набор, или трансферы, а с той компанией, которая может дать им импульс к развитию, с той компанией, которая может быть ресурсом. Во времена Нобеля, старые времена, концепция была похожей. Как мы знаем, сейчас такой концепции на рынке ни у кого нет. Ну, здесь два. Я сразу же два проблемных направления выделил. Абсолютно. Я об этом очень часто думаю и говорил, в том числе с коллегами. Первый момент. Стандарты образовательные. Это раз. Ну, понятное дело, что многие вещи, когда лектор приходит, я всегда в шоке даже, когда я сам читаю что-то, у меня даже презентацию не просят посмотреть. А что я, извините, какой-то мракобесий я могу показать, все что угодно. То есть, это продадут за деньги врачам, и, соответственно, плюс еще это увидит какое-то количество врачей, и, пользуясь авторитетом организатора или чего-то такого, это может ввести ложные заблуждения. А может быть, и нанести кому-то, извините, вред потенциально. Обязательно нанесет вред, конечно. Не может, а точно. Второй момент. Это, конечно, отношение врачей, в том числе, к образованию. Если вот 10 лет назад, там, 12 лет назад, всех сидели, там, 500 человек с открытыми ртами на конгрессах, ну, и что-то было много чего нового. Сейчас, к большому сожалению, большинство из того, что есть, это все одни и те же изъеденные темы. И, в основном, люди все чаще и чаще встречаются, когда с коллегами, они все приходят, больше не столько послушать, сколько там на кофебрейках пообщаться или на автопаде потусоваться. Вот. С моей точки зрения, вот как-то вот... Почему? Потому что все одно и то же, реально в импульсах развития. Не поэтому, не поэтому, не поэтому. Я на самом деле, очень интерес в теме поднимаете. И, как бы, я могу сказать такую вещь. Я первый курс свой собирал в октябре 2001 года. То есть 20 лет прошло. И мы в свое время делали курс только с иностранцами. Ну, в общем, я огромное количество разных курсов, конгрессов посетил. И у меня есть очень такое устоявшее сомнение на этот счет. Я когда вот это вот все образование наше современное начинало бурно цвести, у меня было какое-то внутреннее раздражение. Я думал, вот все копируют нас. И сейчас посмотреть на образовательные программы многих компаний, то это просто калька с того, что мы делали 15-20 лет назад. Идей новых у людей не так много. Да, вот мы начали делать, например, кадаверный курс в России. И сразу же несколько человек просто в набегу практически нас скопировали. Но вы знаете, у меня к этому другое отношение со временем сформировалось. Я на самом деле рад, что у нас такая разветвленная образовательная индустрия. Я это сравниваю не с тем, что в идеале могли бы быть. Вы знаете, у нас как часто там к нашей стране или городу претензии. Вот если бы в Москве был Лос-Анджелес. Ну, ребят, сори, мы не на океане живем. Давайте сравним с тем, что было 15-20 лет назад. Я могу сказать, 15-20 лет назад я в Москве боялся по своему двору пройти. Понимаете? 15-20 лет назад у нас курсов не было вообще. Информации не было вообще. Поэтому то, что люди что-то делают и какую-то стараются информацию донести, в принципе, это неплохо. По поводу того, что ничего нового нет. Ну, так это правда, да. Но нужно понимать, из-за чего это происходит. Сейчас что происходит на рынке? Консолидация. Консолидация это что значит? Это значит, что компании крупные достаточно скупают. Компании, которые более, скажем, маленькие, семейные компании с историей. И это все превращается такой в глобальный Макдональдс, конечно. Потому что если мы возьмем имплантологию 15-20 лет назад, да, то что было? Был стереоз американский. Своя философия. Барнемарк, Нобельфарма. Своя философия. Фриадент, немецкая компания. Своя философия. Астротек, шведы. Своя философия. Был Низиммер, они назывались Парагон. Американская компания. Джейн Низника. Тоже своя философия. Триа и своя философия. То есть абсолютно разные игроки. Может быть, кого-то сейчас из ведущих компаний забыл. Лайфкор американский. Тоже абсолютно своя философия. То есть везде как бы разноплановый подход. Потому что был доктор или группа докторов. Была коммерческая составляющая. Это так было завязано. А сейчас что у нас происходит? Сейчас Дэнсплайс купил пять компаний. Всех под одну гребенку. Та же история со Штраумом. Та же история с Данехером. И плюс появились еще большое количество корейских и израильских производителей. Которые вообще стампуют все подряд. Это реплетка. Это не оригинальный продукт. Ну какая разница? Вы знаете, у нас же люди не задумываются об этом. Люди же как бы радуются, что пришли корейские компании, которые воруют технологии, штампуют в большом количестве эти продукты. Сравнительно дешево их продают. При этом вы знаете, какая у них бизнес-модель. Что все деньги, вложенные в развитие бизнеса в других странах, им компенсируют с точки зрения налогов и льгот Кореи. Потому что они что хотят? Они хотят, чтобы в Корее было производство. Чтобы в Корее у людей были рабочие места. Чтобы через трансферное ценообразование они все деньги перегоняли туда. А нам вот продавали по дешевке все. Убивая что? Креативную составляющую. Возможности собственного производства. И так далее. Поэтому все и подравнивается. Вот вся история. Ну, это то, что происходит, это ужасно. Потому что, если взять ту же самую Корею, опять-таки, мы не будем говорить бренды никакие. Но с ней происходит то же самое, что с Израилем лет 7-8 назад. Когда были общепринятые бренды, и стандарт качества резко упал. Вот, допустим, сейчас не у всех. Мы не будем говорить за всех. Это неправильно. Но, в общем-то, это прецедент и есть. Начиная от проблем со сплавами, где объективно мы берем имплантат одного бренда, который условно у нас лежит 3 года, и который мы приобрели сейчас в виде частного лица. Отправляем в институт стали и сплавов. И понимаем, что заявленный четвертый тип медицинского титана, хотя такого в отечественной номенклатуре нету, четвертый и второй какой-то тип, это все западные вещи. Они немножко разнятся. Поэтому, к большому сожалению, это проблема любой реплики. Вы знаете, здесь проблема такая, что если коллеги, которые посмотрят этот подкаст, они сталкиваются с этим. Просто это такие темы, на которые никто особо не говорит. Я хочу здесь очень четко расставить точки над «и». У меня на самом деле претензий и вопросов никому нет. Нет, это как бы рынок, это капитализм. Я человек, который провел всю свою жизнь в корпоративной системе, я это прекрасно понимаю и принимаю. Но, когда, например, ты выкручиваешь имплантат, через 5 лет после того, как ты его поставил, и ты понимаешь, что выкручиваешь без каких-либо усилий, ну, я думаю, что это как минимум повод задуматься. Ну, понимаете как, стандарт качества, здесь тоже двоякая ситуация. То есть, вот, чтобы вот опять-таки, не то, что сгладить критику, то, что я сказал, просто очень много размышлений было на этот вопрос. Я много с разными компаниями поработал, с экономичным сегментом и так далее. И я четко, прекрасно понимаю, что, если, допустим, взять опять-таки 6-7 лет назад, ценообразование совершенно другое было в Москве сейчас. Сейчас за такие цены, за которые тот же самый Нобель можно установить в Москве, мы устанавливали в Израиль. Вот. И по факту понимаем так, что если у человека не было денег, чтобы поставить Нобель, там, Дэнсплай или что-то еще, Асту, то же самое, то это не значит, что этому человеку не надо лечить. Не нахуй, не нахуй, не нахуй, не нахуй, не нахуй не находите. Нет, ну, что значит, нет денег, чтобы поставить что-то там. Это же как бы вы как доктор рассуждаете. Такого не бывает, что нет денег. Нет денег, это знаете, как переводится в бизнесе? Недостаточно мотивация. Ну, согласен. Если у вас вообще нет денег, давайте мы откровенно скажем. Давайте мы разберем. Так, у нас какая в России средняя зарплата? Ну, я не отвечу на этот вопрос. Если официально есть, неофициально, не знаю. Ну, наверное, согласимся, что скажем, что тысяч 30-35 рублей. Ну, наверное. Предположим, давайте 40 скажем, не важно. Наверное. 30-40 тысяч. Но если у тебя зарплата 40 тысяч рублей в месяц, ты во всех случаях не пойдешь ничего делать. Совершенно. Потому что ты просто не можешь это делать. То есть, дальше вопрос выглядит каким образом. И для меня он абсолютно очевиден. И мы это очень часто обсуждаем как бы с коллегами, с врачами и так далее. Есть такое понятие свободные деньги. То есть, когда ты заплатил за квартиру, покушал, купил себе одни штаны и одну рубашку, например. У тебя появляются какие-то свободные деньги. Ты их на что можешь потратить? В кино можешь пойти? Отдыхать можешь поехать? Десятые штаны можешь себе купить? Можешь купить машину и можешь купить себе стоматологическое лечение. Или косметологическое. Или еще какое-то. Понимаете? Вопрос заключается в том, мы в этой конкуренции подготовлены? Мы в рамках этой конкуренции адекватны? Это заблуждение. Мы конкурируем не с тем стоматологом, который за 5 тысяч рублей коронки делает. Мы конкурируем чаще всего с теми людьми, которые, формируя определенный образ жизни, продают машины, одежду и так далее, и так далее. И люди почему хотят купить машину в первую очередь? Не соглашусь ни во всем. Извините. Объясню. Может, не соглашусь? Есть сегмент, кто продает машины, вещи и так далее. А есть люди, у которых не обязательно 100 тысяч зарплата. Зарплата, допустим, 70 или 100. И, допустим, для них вопрос свободных денег меньше. Много людей, у которых, допустим, либо у них стоит вопрос в год, либо поехать в свою любимую Турцию, которая сейчас закрыта, отдыхать, либо, соответственно, какие-то сделать себе дешевые зубы. Вот такой формат. Очень много мы сталкиваемся с такими вопросами, что люди приходят и дают деньги. Это стереотипность, классовость определенная. Вот, говорит, у меня условно есть, неважно, 100, 150, абстрагируемся от цены денег. Вот возьмите, пожалуйста, и, пожалуйста, за протезирование, я их боюсь потратить. Вот, то есть, с моей точки зрения, именно более экономичный сегмент, вот что это, а не вопрос. Я, честно говоря, не очень понимаю, вот так мы с вами уже откроем. Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Вы как бы рассуждаете, и сейчас Сергей, как доктор. Вы как доктор рассуждаете? Вы, если хотите человеку помочь, делать-то не в имплантатах. Какая разница? Согласен. Имплантация, как составляет процентов от цены лечения? Ну, по-разному, в зависимости. Не по-разному, это известная история. В среднем, имплантация, как самый дорогой, с точки зрения материалов, скажем так, сегмента стоматологического лечения, имплантация составляет, условно говоря, там, около 16% в стоимости лечения. Дальше, как бы, если вы хотите, например, или вы, или кто-то хочет кому-то там помочь. Например, дешевый имплантат сколько стоит? Ну, 3, 4, 5, да, дорогой сколько? 12, ну, вычти 7 тысяч из этого лечения, и все. Ну, так же никто не делает. Мы там, мы там делаем. Обязательно хочет поставить за 7, да? Мы, мы так делаем, да? Ну, вы так делаете. Ну, вы так делаете. Вы понимаете, о чем я говорю? Я согласен с тем, что у людей есть разный уровень достатка. Да, я согласен с этим. Я просто говорю о том, что, когда мы чаще всего говорим о том, что человек не хочет заплатить деньги, мы предполагаем, что они у него есть. Если денег нет, то ты ничего не заплатишь. А почему человек идет и автомобиль покупает? Потому что это его шкала ценностей таким образом сформирована. И она сформирована для чего? Потому что мы живем в обществе потребления. Вы говорите, вот Брэд Питт поцеловала Анжелина Джули в новом Мерседесе. Понимаете? Сейчас я куплю новый Мерседес, буду как Брэд Питт, правильно? И в этот момент этот человек приходит к вам, например, на прием. И стоматолог должен быть подготовлен, понимаете, для того, чтобы правильно смотивировать пациента или убедить его, что машину он, условно говоря, себе купит новую. А состояние здоровья – это критический фактор. Если тебе плохо, тебе не нужна ни машина, ни штаны, никто тебе не поможет, никто тебе не нужен. И я считаю, что это обязательство врача правильно информировать и мотивировать пациента. Ну вот это как раз то, в частности, чем мы и занимаемся. Немножко мы отошли от стороны образования. Очень интересная, увлекательная беседа получается. Вопрос, на самом деле, очень я, сам меня это заряжает, потому что я отношусь к той группе людей, которым постоянно что-то надо. Поэтому вообще не могу спокойно ни на отдыхе, нигде. У меня какие-то мысли идут, какие-то процессы. Я постоянно что-то себе даже в отпуске, даже на диктофон записываю, что-то такое. Классно. И у меня один из вопросов, который меня больше всего расстраивает, это в том, что опять-таки говорили о профессиональной периоде профессиональной жизни стоматологов. Во многом есть активный этап развития. К большому сожалению, у многих людей он заканчивается достаточно рано. Для меня, с моей точки зрения, это большая проблема. Когда люди перестают образовываться, перестают... А почему, как подумать? Ну, это комплексный вопрос. С моей точки зрения... Я вам могу точно сказать почему. Точно могу сказать почему. Ну, потому что мы как бы с этим работаем, мы знаем. Смотрите, стоматология такая специальность. Я сегодня, вот у нас сейчас с вами записи, у меня потом после этого сегодня пять встреч. И значит, я поговорю с пятью разными людьми. Вы что будете делать? Вы поедете в клинику, зайдете в кабинет. Ну, я латерирую сейчас. Зайдете в кабинет, и у вас будет пять пациентов. Но вы ни с кем не поговорите. Потому что вы будете все время в концентрации. Потому что если вы будете расслаблены, будете разговаривать, все будет. Будут проблемы, понимаете? То есть у вас, как у профессионала, у стоматолога, возможности для общения гораздо меньше. Потому что вы все время в тонусе, в концентрации, внимательно смотрите за работой, которую, соответственно, вы делаете. Если у вас, опять же, в этой ситуации нет, вы не суперактивный человек, и у вас нет какого-то интересного партнера, который к вам приходит и говорит, Сергей, у нас тут такая новая штука вышла. Давай-ка попробуем. Вот мы здесь можем десну таким образом моделировать, туда-сюда это делать. Давай поучимся, давай начнем применять. Есть у вас таких партнеров нет, а у большинства ваших коллег таких партнеров нет. То что происходит? Ты начинаешь годами делать одно и то же. Но ты не можешь увлеченно годами делать одно и то же. Ты исключен, понимаете? Вопрос достижения уровня мастерства определенного. Да нет, это не без разницы. Ты не можешь одно и то же делать годами, а не с интересом. Ты будешь год, два, три делать, через три-четыре года в такой контекст. Ты сойдешь с ума, и ты просто демотивируешься. Тебе будет абсолютно ничего неинтересно. Поэтому для нас, когда я говорю об инновациях, инновация почему важна? Потому что выводя какие-то новинки или технологии на рынок систематически, это в том числе что? Это коллективы, которые с нами работают, это их встряхивает. Мы говорим, так, ребята, вот мы собираемся там два раза в год выводить какие-то новые продукты. Глобально новые или не глобально новые, другой вопрос. Вышла, например, новая мембрана или вышла там, например, какая-то технология навигационная новая или еще что-то. Но это как бы интересно. Для всего коллектива возможно что-то освоить новое и так далее, и так далее. Плюс как бы это в том числе и фильтр. Я вообще бывший футболист. И я, да, профессиональный футболист. И я большой поклонник философии, да, и в частности московского «Спартака» в целом. И я могу сказать, что нас всегда еще в детско-юженской школе, в училище Олимпийского резерва, нас учили, например, Николай Петрович Старстин, который цитировал, я боюсь ошибиться, или Есенина, или Маяковского и говорил нам, кто сгорел, того не подожжешь. То есть навыки — это только часть работы. Энергия внутренняя, искра, вдохновение — это ключевой фактор. Если его нет, ничего не будет. И вот такой вот фильтр — это возможность из коллектива, в том числе, отсерсировать тех людей, которые ничего не хотят. Бренд и репутация. Бренд и репутация. Опять-таки, насколько легко испортить... Бренд? Да, я сейчас постараюсь донести более емко, содержательно. Насколько легко это испортить, каким образом идет защита и возможности реабилитации. Новый, старый бренд. Опять-таки, примеры очень простые. То же самое, израильские имплантаты традиционных брендов, которые все начали любить. Сначала за цену, то, что попробовали, опять-таки, те же самые 10 лет назад. Потом репутация в кругах сильно испортилась из-за объективных моментов. Второй момент — защита бренда, взять ту же самую философию Нобеля. То есть унфо, патенты и так далее. То есть если кто-то что-то говорит, то там это не... Ну, знаете, мне здесь сложно комментировать. Я точно не буду комментировать по поводу израильских каких-то компаний, потому что я не... В качестве примера я не хочу сомневаться. Да-да, я понимаю, не особенно в теме. И потом, как бы, у меня есть свое мнение достаточно определенное. Потому что я участвовал на этапе интеграции компании Альфа-Био, которую я тогда работал, приобретала. И я видел своими глазами, что там происходит. И не только там. Поэтому у меня большое есть количество информации на этот счет. Поэтому больше, чем нужно, может быть. Поэтому мне сложно судить. По поводу репутации или технологической репутации других брендов. Ну, сложно тут по поводу какого-то конкретно говорить. Я думаю, что, наверное, репутация у импланетологического бренда – это все-таки одна из самых ценных вещей, которые у компании есть. И в моем представлении то, что с некоторыми компаниями с большой историей произошло, когда пришли настоящие непрофессионалы и потанцевали на всем этом. И от всего этого остались подчас одни руины. Это, на самом деле, очень печальная картина. Я думаю, что репутацию очень сложно восстановить. Я думаю, что ей нужно дорожить. Но здесь есть такое, мне кажется, чуть у нас неверное представление, как будто репутация, знаете, данность такая. Вот ты когда-то что-то сделал, и потом у тебя сформировалась репутация. Это не так. С репутацией тоже как с футболом, знаете. Если ты выиграл прошлый матч, тебе автоматическую победу в следующем матче никто не присудит. Репутация – это то, что формируется каждый день. Ну, идея о ними. Тем не менее, если сравнивать с общепринятой, вот, устоявшийся бренд и, соответственно, новый, как бы, опять-таки, что такое устоявшийся бренд? Ну, стандарт качества определенного. Дает ли это право на ошибку? Сложно ли это? Да, вы знаете, вот, честно, интересный вопрос, я вам скажу… Не-не-не-не, нежели чем вот новый бренд, да, то есть, если тут право на… Меньше ли право на ошибку в новом бренде или в старом? В новом бренде, чем в старом. Меньше ли право на ошибку? Или ли одинаково, или это значение не имеет в современном обществе? Не знаю, не могу, честно говоря, надо… Вы интересный вопрос задаете, сложно ответить. Я вам могу сказать, что… Я думаю, что бренды, все-таки, это вещь очень такая, вы знаете, разная. Когда бренд у тебя, это какая-то глобальная история, где за этим уже не чувствуются ни основатели, если в медицине говорить, ни какой-то ключевой клинической группы, ничего, то это как бы одна история, да. Для меня всегда, как бы, была проблема, когда, вот, например, выходит какой-то новый, предположим, имплантат на рынок, предположим, да, и хочешь себя спросить, а этот имплантат кто придумал? Ну, кто конкретно? Сидоров, Петров, я не знаю, Альбрексон, или, я не знаю, там, условный Бронемарк, или кто? Кто, понимаете? То есть, если никто не скажет, а почему никто не скажет? Раньше-то можно было сказать, что это имплантат, например, эту концепцию придумал, там, например, там, я не знаю, Туати, а вот это придумал Вандоррен, а это Бичача придумал, или еще кто-то. И я говорю, мне, например, то, что делает Бичача, как доктор, не нравится, мне это не близко, я этим пользоваться не хочу, а вот то, что, например, условный Вандоррен делает, мне очень нравится, я бы с удовольствием попробовал. А сейчас кто это придумывает? Ну, нет, ну, наим. Ну, как, ну, наим, так вот надо спрашивать эти компании. Когда компания вам предлагает что-то новое, они говорят, у нас новая технология. Кто придумал? Клиническая группа, кто конкретно? Понимаете? Вот это, на мой взгляд, как бы имеет такое серьезное значение. Потому что, если это какая-то конкретная клиническая группа, да, вот, например, у нас выходит там новинка, Боры, например, Фролову. Вот к Фролову можно обратиться. У него есть своя концепция. Кому-то нравится то, что я, на самом деле, Алексей, как большой поклонник. Я хочу сказать все, что он делает. Я считаю, что он очень творческий, нестандартный клиницист, и меня всегда это восхищает в разных врачах. Но, по крайней мере, это известно, кто. Может, это нравится, может, не нравится. Есть конкретный человек какой-то, который материалы показывает, и так далее, и так далее. Что он делает, как он делает? Все прозрачно. А здесь кто? Никто? Инженер какой-то с абстрактным маркетологом? Ну, вот и вся история. Как правило, так и бывает, знаете. Ну, вот и вся история. Вот и ответ на вопрос. А по поводу там нового бренда, не нового бренда? Я не знаю, как бы. Я думаю, что важно понимать, что ты делаешь и для чего. Ну, опять-таки, немножко два направления хотел бы тоже развить. Меня вот на самом деле не вот так вот меня тоже подзадевают. В хорошем смысле этого слова подзадоривают. Первое – это то, что имя, нейминг, да, это было во все времена. То, что для человека, возможно, для любого сознательного человека важно, кто несет за это ответственность. Я вот как раз-таки недавно с партнерами, с коллегами рассказывал пример такой классический из 90-х годов, когда некий такой бизнесмен Довгань, когда его, скажем так, как это раньше-то называлось? Компания? Фирма? Нет. Про Довгань. Что у него-то было-то? Водка у него была. Нет, нет, водку, у него про водку и было разговор. Значит, компания его терпела убытки, вот, когда корпоративы эти начали разваливаться. И вот он думал, как заработать. Значит, раз, говорит, водку производить, как назвать? Он говорит, не понимаю, как раскрутить сложное время. Один из маркетологов говорит ему, твое лицо надо разместить, потому что люди хотят видеть, кто за это несет ответственность. То есть это некий стандарт качества. Вот, то есть ты как бы подписываешь. Были очень разные мнения по этому поводу. Ну, тем не менее, он вот принял решение на этой водке, там, разместил свой портрет, написал свою фамилию. И как бы на определенном этапе он имел большой успех, там, с такого разряда, что там 250 тысяч бутылок в сутки продавалось, он с каждой подогово имел лень. Вот, это вот, наверное, пожалуй, то, что психология человека для людей очень важна не нонейм какой-то. Если человек это думает о идее, о качестве, о стандартах качества, а не о заработке, чтобы купить что-то дешевое и продать, и с этого заработать. Наверное, вот это вот важно. Ну, психология людей. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать такую вещь, что вот, например, нам вопрос по поводу бренда в Америке не задают. Нам вопрос по поводу бренда в Америке не задают. Знаете почему? На мой взгляд. Потому что там люди об этом меньше думают. Нам знаете, что там, знаете, что там в первую очередь спрашивают? Как думаете? Не отвечу. Ну, как думаете? Что нас доктор спрашивает? Вот мы приходим, рассказываем, у нас там что нас спрашивает? Что вы можете для меня сделать, он спрашивает. Что вы можете для меня сделать? Вот и вся история. А у нас как бы пока люди думают по-другому, потому что у нас исторически в нашей стране все развивалось таким образом, чтобы человек о себе не думал. Ему рассказывают, бренд там или какое-то политическое движение какое-то, или движение какое-то, скажем так, какое-то идеологическое или еще что-то. Все, что угодно, только чтобы ты думал на себе. Я хочу всем коллегам, которые посмотрят этот подкаст, сказать, ребят, вы не думайте про бренд. Вы смотрите на конкретных людей и спросите, ребят, вы что можете сделать? Ну, вы пришли, хотите продать имплантаты. Дальше что? Здесь у нас проблема в другом. У нас для большинства людей, даже стоматологов, ценность денег очень высока. И понятие бренда, бренд это что такое? Ну, стандарт качества, да, какой-то. Человек знает, что условно покупает имплантаты, не знаю, там, шампанское, машину, все что угодно, он понимает, что это хорошее. Или думает, что это хорошее, не разбираюсь. Вот, поэтому очень много ложных моментов. Если вы сейчас вот опять-таки посмотрите там везде, что происходит там Сбербанк-Премьер, Сбербанк-Первый, Кэшбэк, Привилегия. Я не считаю, слава богу. Ну, я стараюсь абстрагироваться по некоторым рабочим моментам. То есть, и когда вот это все ерунда для счета, моя позиция какая? Чтобы люди, которые испытывают проблемы, страдания, то, о чем говорите, не думая о себе, они, в общем-то, вот этим, ну, как бы, чувствуют, что они заработали, что им приятно от этого. Вот, то есть, что это результат их работы некий. То есть, не то, что для них общество, работы, врачи, что вы можете для меня сделать, а то, что они... Ну, может быть, может быть, не знаю. Вы знаете, я как бы... Я, вы знаете, у меня такая история, что я всю жизнь занимался, на самом деле, одним достаточно, я могу сказать, наверное, однотипным операционным бизнесом. И я, на самом деле, от этого кайфую. То есть, я от этого не устаю. Меня спрашивают, тебе не надоело? Мне вообще не надоело. Есть такая хорошая, знаете, поговорка, что если ты не готов человеку принести чашку кофе, не надо открывать ресторан. Кем бы ты там ни был, и кем бы ты себя ни воображал. Вот я готов всегда принести чашку кофе, и меня это абсолютно не напрягает. И эта философия, как бы, в принципе, нашей компании вне зависимости. Я работаю сейчас, когда у нас там сродит небольшой коллектив в России. Или я работал там в огромной компании, мне подчинялось большое количество людей по всему миру. Я всегда сидел в одинаково небольшом офисе. И всегда, когда клиент ко мне приходил, с удовольствием мог выйти чашку кофе ему налить. Поэтому это, мне кажется, что вопрос такой философский. Вопрос, как бы, отношения к жизни. Я занимаюсь вот такой вот операционкой. Честно, я абсолютно не сконцентрирован на том, что происходит вокруг меня. Что там делают компании другие? Что там делают в дешевом сегменте? Что там происходит? Я, честно, сконцентрирован на своей работе, сконцентрирован на своих клиентах. И меня, честно говоря, беспокоит только одна вещь. Что обо мне мои клиенты думают? Потому что люди, которые со мной работают, вот это те люди, которые могут реально меня оценить. Что скажет человек, который реально со мной не работал, меня не знает? Да разное он может сказать. Может, хороший человек его ввели в заблуждение. А может, просто хочет сказать что-то не то. А вот если, например, человек, который со мной работает, обо мне не очень хорошо отзывается. Вот это, как бы, плохой признак. И надо делать так, чтобы такого, как бы, не допускать. Поэтому я не знаю, вот это глобальное причинение. Со согласием полностью. Структура крупной компании. Не только отдел продаж. Говорили, что как это происходит. Насколько это, какова она? Структура? Да. Ну, бюрократия большая, конечно. Бюрократия. Бюрократия большая. Я не знаю, кстати, какое количество наших соотечественников, россиян и людей с российским гражданством были в похожих позициях. Но я думаю, что в стоматологии точно никого. В медицине я не знаю. Ну, а вообще, если и было какое-то количество, то совсем небольшое. Я все-таки был вице-президентом достаточно большой компании и отвечал за большую зону ответственности территориальную. У меня была Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, Советский Союз, бывший с Восточной Европой и часть Азии. Ну, то есть, большой блок такой был. И, конечно, инфраструктура управленческая и так далее, она там достаточно серьезная, достаточно бюрократическая. Конкуренция в таких компаниях. Создает ли они большая она, честная она, создает ли она проблемы для... Ну, конкуренция, конечно, есть. Конкуренция, конечно, есть. Я вам могу сказать, что, на мой взгляд, конечно, корпоративная среда, так же, как и среда, наверное, скажем так, государственная, административная, она, к сожалению, не всегда выталкивает наверх наиболее способных людей. У нас была такая категория, шутка такая, что у нас была отдельная категория людей, которую мы называли «yes man». То есть, это человек, который на все соглашается. «Yes, yes, yes». Ну, такие вот люди, как бы, они, наверное, в рамках корпоративной среды становятся более удобными. Но результат, конечно, этого всегда заключается в том, что когда у тебя вот такая вот среда, такая атмосфера, в ней ты не создашь ничего нового, в ней ты не создашь никаких инноваций. И мы получаем подчас ту самую индустрию. Вот когда вы говорите, идешь на конгресс, ничего нового нет. Ну, сори. Вот, пожалуйста. Но это естественный процесс, как бы, это экономическая такая, модель экономического развития, это капитализм, опять же, да. Поэтому это вот так вот происходит. Не знаю, что еще сказать. Для меня вообще, как бы, это были годы, которые я проработал именно в позиции вице-президента. Для меня это, конечно, был неоценимый опыт. Но я не тот человек, быстро понял, что я не тот человек, который получает удовольствие от перекладывания бумажек, да, и так далее. Поэтому... Большой такой вопрос, смотрите, сложный вопрос для меня относительно, вот, не с точки зрения восприятия, а с точки зрения понимания. Контроль. Вот компания, дистрибьютор, производитель, неважно, медицинских товаров, вот, государство или структуры государственные, полугосударственные, которые проводят контроль. Насколько этот контроль есть, насколько он жесток или он поверхностен, потому что проведу аналогии, допустим, берем банальную субмедэкспертизу, имплантологию, рекомендации стара, в которых имплантологии ничего не написано. Общие термины, которые были там 10 лет назад в старых учебниках, то есть, ну, опять-таки, не в обиду никому, но очень узко. Да, то есть, недостаточно для того, чтобы экспертно оценить ту или иную ситуацию. Есть ли истинный контроль государства или достаточно получить там лицензирование, сертификацию вот этих изделий и все. Я хотел бы расширить вопрос не только на изделия, как на инплантат, а, допустим, концепцию. И, допустим, хотите заранее, извините, немножко забегу вперед, чтобы провести. Например, Нобель и Олунфо тоже самое. То есть, где, получается, компания сама там проводит какие-то моменты. Ну, у меня вопрос, я вам отвечу на ваш вопрос, как бы, и отвечу на него очень прямо. Насчет контроля вы имеете там роздравнадзор и так далее? Ну, в целом. Например, роздравнадзор. Ну, я хочу вопрос задать. А контроль нужен он, этот контроль? Ну, смотрите, я отвечу. Извините, но более широко постараюсь. Возможно, вопрос на вопрос. Методики, методологии, в частности, и расходные материалы, некорректное применение которых, некорректная интерпретация которых, некорректная неполная информация потребителя, в частности, врача и клиники, может нанести населению, извините, ущерб в плане здоровья или вред. Ну, я с вами согласен, да. Но здесь, смотрите, вопрос, я вам дам правильно, как бы, с этим не поспоришь. Но я вам-то второй вопрос задам. А вы мне расскажите, какая у нас есть область, в которой у нас государство все максимально контролирует, и у нас там есть хорошие результаты? Одну область мне назовете? Я не назову, я спрошу, если здесь... А есть такие области вообще? Возможно. Возможно, нет. А я вот думаю, что нет. Я думаю, что по факту, как бы, у нас чем меньше государства, да и в большинстве областей это так, чем меньше государства, тем лучше. Потому что я в свое время участвовал в одной пресс-конференции, еще давным-давно, лет 10-15 назад, в Рея Новости. Да не 15, но лет 10 назад, 12. Там у нас собрались некоторые заслуженные люди из университета, и вот они рассказывают, что они стандарты хотят ввести, чтобы контролировать стандарты качества. А я им тогда вопрос задал, на который они там все жутко обиделись. Я говорю, ребята, а эти стандарты кто будет писать? Вы? Вы не работаете. Современных методик не знаете. Современными технологиями не владеете. Как вы можете написать стандарты качества для человека, который все делает? Это как возможно? Честный знак. Ну вот, примерно так. Поэтому я понимаю, что должен быть какой-то контроль, но я вот, честно говоря, когда есть, например, FDA сертификат, например, у тебя есть C-Mark, и потом мы по два года делаем сертификацию в России. Ну, сори. Ну, как бы, я этого не понимаю. Это бюрократия, как бы, выколачивание, как бы, денег из бизнеса, на мой взгляд. Ну, вы хотите, например, либо вы поддерживаете собственное производство. Я вам хочу сказать, что я за, сколько я, два с половиной года в России проработал. Я идеальный пример. Я человек, как бы, с репутацией, который был вице-президентом крупной международной компании в своей области. С кучей там успехов, везде написано, да, вернулся в свою страну, чтобы делать бизнес. Ни одного гранта я не получил. Ни одного льготного кредита я не получил. И шансов у меня ноль. Понимаете? То есть, если бы они поддерживали локальное производство, ну, окей. Ну, локальное производство никто не поддерживает. Или какие-то разработки. Но вы хотите взять деньги за эти сертификации, ну, возьмите просто так. Дайте через месяц эту бумажку. Смысл какой? Что мы по два года делаем эту сертификацию, регистрацию. И потом, как бы, с каждым годом все дальше, дальше, дальше технологически отстаем. Поэтому у меня по поводу контроля государства здесь мнение однозначно. И я могу сказать такую вещь, что у меня не то, чтобы претензии там к нашему государству есть. У меня претензий к нашему государству нет. Я считаю, что, в принципе, в рамках большой забюрократизированной системы добиться какого-то качественного, умного, разумного контроля очень сложно. Поэтому должен быть контроль с точки зрения безопасности. Я считаю, что он есть. Токсикологические тесты мы проходим в лабораториях? Проходим. Тесты какие-то там другие на безопасность делаются? Делаются во время регистрации. Ну, как бы, я думаю, что этого достаточно. А все остальное, мне кажется, что это все не нужно. По поводу Олан-Фо там или каких-то других, как бы... Про это я и говорю, параллель я хотел бы уточнить. Не в плане токсикологии. Вот смотрите, у многих людей формируется мнение. Вот там, условно, Нобель. Почему я вот хотел бы уточнить. Вот формируется мнение. Вот Нобель, это там монополизация, ля-ля-ля, стереотипное мышление. Да, вот поэтому они никому там не дают называть этим Олан-Фо. Ну, так это их бренд. Почему это монополизация? Это их бренд, а они его купили и зарегистрировали. Это брендинг это? Брендинг, конечно. Брендинг, брендинг или это стандарт качества в цели отсутствия дискриминации? Да нет, но это бренд, конечно. Это бренд, и как бы я знаю хорошо Паула очень много лет, и людей, которые ему на это все дело делали ортопедии. Это бренд, какой-то конкретный бренд, который там, я не знаю, есть у кого-то, я не знаю, какое-нибудь название машины, я там не знаю, Кашкай. Ну, я не знаю, там, Каен, да. Ну, вот это то же самое. Они говорят, что вот ты взял такие колеса, прикрутил к такому кузову, поставил такой двигатель, вот это конкретно Каен. Ну, окей, Каен. Больше, на мой взгляд, в этом ничего нет. Олан-Фо, кстати, как бы тоже избитая тема. Я считаю, что это хорошая, на самом деле, технология, которая может быть выполнена на разных технологических основах, это во-первых, да, в современном мире. А во-вторых, она просто должна быть, это избитая такая тема, потому что она должна быть по показаниям использована. Не значит, что у каждого человека, которого вы видите какую-то адентию, да, ему обязательно надо удалить все зубы оставшиеся, снести полуальвеолярного гребня, влепить ему до 4 имплантата под углом, понимаете? Ну, это вопрос, больше я к этому клонял. Так это вопрос, это проблема не компании, это проблема образования. У нас образование, как бы, вместо того, чтобы оно выросло за последние 20 лет, оно деградировало, понимаете? С катастрофической скоростью. Это проблема образования. Вопрос не в компаниях, вопрос заключается в том, что человек должен мыслить, понимаете? А для того, чтобы человек мыслил, у него должно быть образование. А для того, чтобы у него должно было быть образование, ему что нужно? Во-первых, технологическая база, а во-вторых, должны быть преподаватели в университетах, которые горят своей работой. Вот у меня мама школьный университетский преподаватель, у меня папа преподавал в университете. Я знаю прекрасно, что это такое. Я сам работал в лицее при моем университете в старших классах 2 года с выпускными классами. Я знаю, что это такое, ты должен гореть, ты, это на самом деле огромный труд. Ты отдаешь эмоции, силы. Если ты настоящий учитель, ты души отдаешь ученикам, которые к тебе приходят, понимаете? Люди не могут это делать за 30 или за 50 тысяч рублей, ты издевательства. Вот и вся история. В этом я с вами соглашусь. Ну вот и вся история. Единица не может работать за 25 тысяч, понимаете? Вот и вся история. Здесь изменить в этом отношении надо не так много. Ну, исчерпываю еще прямо и так... Ну, я так думаю, я так думаю, а что здесь такого? Здесь ничего, здесь как бы нечего скрывать. И еще раз, здесь надо правильно понимать в контексте. Это не какая-то критика или несогласие с существующей ситуацией. Я считаю, что мы как страна очень эволюционировали. Наверное, у нас постепенно идет смена этих приоритетов. Да, и мне просто хотелось, чтобы это быстрее происходило. Мне вот честно вам скажем, мне вот все равно, кто у нас президент. Абсолютно все равно. И председатель правительства мне тоже абсолютно все равно кто. И мэр Москвы мне все равно кто. Меня что интересует? Меня интересует, на улице безопасно или нет. Меня интересует больницу, если меня заберут или в поликлинику. Там хорошо или нет. Меня интересует, ребенок мой может пойти в нормальную школу, где его будут? Вот, что меня интересует. вот и все вот я с такой позиции об этом рассуждаю спасибо вам большое за увлекательную беседу не очень очень близка философия вот надеюсь зрителям тоже понравилось всем доброго да я на самом деле хотел бы сказать что мы живем в удивительное время мы живем в удивительное время мы же в удивительной стране и мы я как бы да я давай чуть взгляд со стороны как человек как который какое-то время по крайней мере прожил на западе я могу сказать что мы себя очень не цениваем не ценим и недооцениваем мы очень много себя критикуем все нам не нравится и так далее на самом деле замечательное время мы живем да есть трудность но не бывает такого нет ни одного места в мире я вам хочу сказать где нет трудности в европе трудности есть в америке есть трудности везде есть трудности а в специальности в которой мы находимся я считаю что уникальные возможности сейчас есть у докторов во-первых стоматология уникальна тем что от того что ты сделал и от того как ты увидела результат свой во первых это может четко очень определить потому что это далеко не везде можно сделать очень много есть профессий где ты что-то делаешь 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 результат приходит когда-то позже и он не вполне такой четкий понятно да это во первых во вторых в наш специальности сейчас только нового все появляется столько интересного столько есть различных возможностей для развития поэтому как бы я что хочу сказать что я призываю всех позитивнее смотреть на то что происходит вокруг нас в жизни и в профессиональном мире я желаю всем стоматологам коллегам до никогда не останавливаться в развитии какое бы там ни было образование здорово что его столько тщательно его выбираете вникайте в то что это за курс куда вы хотите пойти что это за лектор о чем он будет говорить ну и конечно я хочу сказать выбирайте правильных надежных партнеров которые могут позволить вам развиваться быстрее и эффективнее спасибо за интервью добру вечер